здравствуйте друзья на дворе январь месяц а у меня самая работа по подращиванию рассады переукоренению расчленению и так далее вот снова набрала стаканчики с грунтом для декоративно лиственных бегоний это верховой нейтрализованный торф агробалт плюс перлит больше здесь ничего нет если вы высаживаете ароидные добавьте мог сфагнум и кору сосны немножко так вот такая красота смотрите сколько много 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 корней очень много корней здесь это буквально вот за две недели стоит поставить черенок он растет и вверх и вниз легко укореняются так ну что скажу сейчас укореню не буду показывать но здесь все просто делаю углубление подсаживаю слегка поливаю и затем ставлю в тепличке вот такие получается красотища это кстати бегония называется аравийский закат вся глянцевая нарядная практически черный лист темно-темно-зеленый и едва заметный горох будет в продаже весной можно будет заказывать каталоги после рождества это теплички я покупала в леруа мерлен думаю есть и в других магазинах либо вот такие если растения высокие эти теплички мы делали сами как теплица у меня в таких стоит очень много смотрите сколько на полке высота у них больше 20 сантиметров 22 по моему это очень очень удобно также вот экспрессе покупала но тут уже 15 сантиметров высота и много не поставишь а так в основном вот моя рассада которая адаптируется который уже подпирает крышки в больших тепличках вот в этих самодельных я приоткрываю адаптирую к воздуху и выставляю вот сюда в сетке скоро скоро все заполнится но эти несчастные три месяца три месяца это у нас что декабрь январь февраль хочется хоть немножечко отдохнуть от поливов и как можно позже достать все растения из теплиц именно для этого мы их и сделали на самом деле здесь очень много растений очень много там прямо воду знаете кучами здесь еще не скоро подрастут некоторые я выбирала чтобы оставить чисто для себя некоторые вот уже очень высокие таким образом экономится мое время и поливаю я их только раз в 10 дней света им хватает тепла тоже корни растут во все стороны также стоят конечно же детки бегони в зеленых но вот которые стартер чеки и почти взрослые в больших вот здесь у меня стоят тоже вот в таких вот стационарных на этой тепличке тоже с леруа мерлен очень очень удобно яркий окрас они приобретут только тогда когда я их вытащу вот из этих тепличек ну там достаточно будет две-три недельки а пока такая вот красотища и мне хорошо им хорошо рассадила много новинок этой монстеры филодендроны пожалуйста у меня сингониум и шифлерки и вот в другой комнате тоже очень много вот там внизу полки пока отдыхают а я укореняю укореняю листочки чтобы детки были на май месяц на май на июнь на апрель уже уже есть подросших подросших много вот этим я пока и занимаюсь сейчас покажу вам что стоит ну например вот этих трех тепличках возможно кто-то тоже захочет сделать себе такие кстати делать их можно любого размера любой высоты видео как мы их делали как я их запланировала делать ломала голову чтобы такое придумать и из чего на моем канале плейлист комнатное цветоводство это раз и по моему декоративно-лиственных бегоний в плейлисте тоже есть очень нужное видео я считаю если бы мне вовремя подсказали я была бы тоже рада вот смотрите какие большие цветы здесь стоят но практически вот такие же высокие и почти взрослые как на полках высотой наверное 25 и до сантиметров 25 вот так вот некоторые ящики у меня как раз 25 есть 22 есть 25 и вот крышку упираются некоторые так подворачиваю если не входят например вот так да но когда крышку открываешь они прям выпрыгивают зато им здесь реально хорошо девчата смотрите они здесь уже листочки новые дают закручивают и вот яркие серединки выходят особенно здесь росточек я отломила верхушку на укоренение поставила а здесь вот уже росток лезет особенно хорошо это когда вы их ставите на укоренение воду большие кустики например у тагланемы или вот эти фенбахи монстеры отломили воду с активированным углем и все углем и закрыли недельки две можно вообще не заглядывать затем посмотреть не добавить и водички или наоборот когда вы уже вытащили с корнями вот как я сейчас показал аравийский закат укоренили в грунт и тоже поставили увлажнили сколько нужно и закрыли так как полив раз в 10 дней то это здорово облегчает ваше время закрыли здесь и влажность оптимальная и листочки не болеют не сохнут кончики не вянут не обвисают серединочки растут все шикарно вот смотрите серединочка уже растет зелененькая всем рекомендую всем советую это наконец-то я срезала верхушку от краклин рози с балмошной рози здесь она тоже у меня что-то там вот остренькая дает мучилась мучилась так ни к чему и не выросла за год так вот единственное здесь у меня стоит ах пропустила сейчас придется отдельно укоренять это у меня pink splash тайская гланым как вот корешки дала наверное поставлю тоже землю в грунт смысле тоже назад сюда верну так это вот эта тепличка давайте откроем другую тепличку такую эти тепличка меня размером 40 на 60 но есть вот 40 на 40 почему во первых так удобно 40 на 40 прекрасно встают на полки вот на эти на стеллажи которые 40 сантиметров 60 у меня и 70 полки вот там еще есть металлические стеллажи размером 60 ну и еще я исходила из соображений экономии насколько частей правильно расчертить лист чтобы было как можно больше не потерять ни сантиметра потому что стоит он не дешево кстати тепличка с аравийским закатом это первая партия которая уже и укоренилась и я сюда пересадила такие же как он состоят там на столе уже в кружечках вот они уже такие коренастые макушечки вот новые по две штуки дали в общем красота мне нравится нравится 7 рекомендую вот тут на кулатка моя растет потому что по осени обрезала все что могла прям под пенек тут уже спиньков вырастает так здесь еще главный макрит аврора крит здесь у меня софи сисиль вот из маленьких хорошо так адаптируется хорошо растут аргентио гутата ну в общем в основном я использую под природники ну и конечно же под декоративной лиственной бегонии покажу в следующем видео на такие сорта для чего использую так еще одна софи сисиль еще одна аргентио гутата это domesticum маленькая деточка филодендрона это вот не хенбахи эйви дальше дальше лукин глаз уже третий раз макушку и срезаю срезаю макушку укореняю ставлю здесь же и здесь же у меня дает из пенька новый росток растет новая макушка кстати вот за миокулькас равен наверное нужно купить на укоренять для вас этот отросток мне подарили но что-то он чахнет чахнет как-то рука видимо но тяжеловатая потому что из всего подарка выжила только два растения филодендрон лимон минт и так что там еще выжила суданская роза как она называется еще одна смотрите насколько хорошо и здесь и влажно что корни даже внизу с кружки если учесть что сажала я именно в свежий грунт так в общем вот здесь тоже самое а здесь у того нема вот она меня тоже видите сколько корней сидела в мохе сфагнум затем я подсыпала грунта и снова посадила и ей здесь шикарно также и сюда сажаю растение которое вот обрезала как говорила давние как некоторых видео оставался один листик или два один умер и второй в общем торчала почка но она не казалась безжизненной в итоге вот вырос один листочек это да и с лесная ну и вот возвращаемся к этой здесь вообще большие растения да поэтому я очень рекомендую вам такие теплицы будущее их показывать это не реклама не нужно мне писать это я знаю такие люди которым зайти лишь бы нагадить начнут писать что а значит вы делаете продаете я ничего не продаю я только делюсь своим опытом знаю какой это девчата тяжелый труд и мне просто то что я знаю хочется помочь и вам хотя бы советом хотя бы подсказкой потому что знать всего невозможно я тоже выискиваю когда есть время видео и тоже прибегают чем-то советом и естественно мы учимся друг у друга поэтому подсказывать друг другу я считаю нужно и это важно если мы хоть чуть-чуть друг другу облегчим труд ну что все мои цветы можно заказать как всегда написать мне на ватсап 8 3 9 464 60 04 принимают только туда так и мы с вами сейчас за одно пройдем я вам покажу там что наукореняла забыла совершенно это моя цветочная пока она пустая забита посудой но уже клубни проклевываются глоксине скоро они сюда встанут если вы помните прошлогоднее видео вся эта комната она была вся 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 в глоксине и фиалках фиалки я распродала могу акси не остались и их место заняли вместо фиалок основного и гатные филодендроны вот сингониум и такая красота и при премном и вот это я уже укоренил так это мне что то не видел видео так это меня красавчик филодендрон с ярким с белыми листьями вот их сколько это большие но думаю будут и детки но взрослые экземпляры тоже буду продавать куда мне столько от жадности понасажаю понавыращиваю потом не знаю куда девать так вот сингониум эру и это тоже самое те же самые детки неси монстера и вот еще вчера понасажала в общем тоже в этих же тепличках стоят они это все можно будет заказывать к стоят здесь всем здоровья счастья успехов до новых встреч